Отдел занимается вопросами миграции иностранных граждан, которые должны вовремя оформить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Для этого сначала нужно встать на миграционный учет. После приема и обработки документы отправляются в главное управление МВД для принятия решения по конкретному физическому лицу. Мы сейчас принимаем по записи. По записи у нас понедельник, вторник и пятница. Четверг у нас свободная очередь. Люди приходят с двух до шести, живая очередь. Максим приехал в Россию семь лет назад и ежегодно подтверждает проживание по виду на жительство. Я вид на жительство получил год назад и каждый год нужно подтверждать свое проживание. Ну, где я проживаю и где я работаю. В соседнем помещении граждане России могут получить загранпаспорт. Для его оформления необходимы следующие документы. Внутренний паспорт, действующий внутренний паспорт, заявление о выдаче паспорта, фотографии при наличии, квитанции об оплате госпошлины, ну и, если есть, действующий заграничный паспорт. Для оформления биометрического загранпаспорта, который выдается на 10 лет, необходимо сделать фото на месте. Также по новым требованиям с человека дважды снимаются отпечатки пальцев. Первый раз при подаче заявления, а второй при получении. Для активации загранпаспорта. Для удобства граждане могут подать заявление через портал госуслуг, где нужно заполнить анкету. Анкетные данные составляют только с ваших паспортных данных. Где очень внимательно надо заполнять, потому что, когда к нам приходит вот такая вот анкета, очень бывает много ошибок. Именно в той части, где вы часто ошибаетесь, серия, номер паспорта, либо дата выдачи паспорта. Для жителей Ленинского района загранпаспорт оформляется в течение месяца, а для временно проживающих срок ожидания достигает 4 месяцев.